Десятки сюжетов ЗАПТ-ТВ о том, как люди с ограниченными возможностями по здоровью сталкиваются с одной большой проблемой – невозможностью получить лекарства, положенные им по закону. Особенно страшно становится за детей с инвалидностью, когда их мамы месяцами, а то и годами не могут добиться законного лечения и необходимых препаратов для поддержания качества жизни своих детей. Из-за постоянных жалоб на региональный Минздрав в январе 24-го на проблему обратила внимание Генеральная прокуратура, поставив на первое место здоровье и благополучие детей. У вас-то обязанность, я имею в виду не вас персонально, а ваших подчиненных, исполнять федеральный закон, обеспечивать охрану здоровья детей, а не норму просто прописать бумажкой и отписаться. Значит, прокурор субъекта – оценить полноту реализации в Минздравом крае, полномочия при обеспечении людей, которые нуждаются в паллиативной помощи. Но и самый главный и самый важный критерий все-таки – это здоровье наших детей. То есть не отписаться там, что мы там что-то сделали. Ответ перед заместителем Генерального прокурора тогда держала министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина. Чиновница пообещала разобраться в этом бардаке и усилить контроль над предоставлением необходимых лекарств всем нуждающимся и особенно детям-инвалидам. Все поставки мы стараемся вовремя доставлять из аптечного склада в наши подведомственные организации. Отрегулируем этот вопрос, чтобы нашим пациентам было удобно получать препараты. И будем оповещать наших пациентов, когда в аптеку поступает полный перечень препаратов, которые им необходимы. Заряда и энергии на выполнение поручений хватило ненадолго. В полной мере прочувствовала на себе это, например, Лидия Щербакова, мать ребенка-инвалида с диагнозом юношеский пауциартикулярный артрит. С октября 2021 года дочь Лидии, Влада, страдает этим заболеванием. Победить недуг сначала попытались силами местных врачей. Попытка обернулась провалом. Было принято решение ехать искать помощи в другом регионе. Первый раз приехали в Иркутск, мы пролежали 14 дней. Нам поставили первый укол, этот эмбрелл. И он нам сразу помог. У нас сразу начало колено сужаться. И начал уходить воспалительный процесс. Но мы его тут тоже выбивали. Этот эмбрелл мы боролись. Первый раз мы его выкупили за свой счет. Это мы отдали 30 тысяч за 4 укола. Мы выписывали в Санкт-Петербург. Нам там знакомые через знакомых. Пауци-артикулярный артрит – это хроническое заболевание, которое характеризуется стойким воспалением суставов. Типичными признаками воспаления являются боль, припухлость и ограничение движений. В случае Влада это сильная опухоль колена. После установки правильного диагноза девочки дали инвалидность и назначили специальные импортные препараты. Оказалось, что в Забайкальском крае региональный Минздрав не в состоянии обеспечить ребенка необходимым лекарством. Дали нам инвалидность с 22-го года. Мы его выкупали по 23-й год за свой счет. Я никак вообще не могла добиться. Они мне кидали. Это санкции, это санкции. Мы вот выкупали, выкупали его. Я потом нашла в Одноклассниках сайт министерства. Я написала туда, описала всю вот эту ситуацию, все. Они со мной связались. И что они, 24-е мая написала, 23-го года, 26-го мая они нам предоставили. И все до ноября месяца. В ноябре месяце они сказали, а нет его. Отказывая в зарубежном препарате, местные врачи предлагают заменить его российским аналогом. Однако лечащий врач из Иркутска настоятельно рекомендует не использовать лекарства из-за тяжелых побочных эффектов. У него очень сильные побочки. Нас от этого-то германского сильно тошнит. У нас и рвота, и тошнота. Она бедная не может, потому что мы в пятницу ставим, в субботу ей вообще тяжело. У ней начинается недомогание, вот эта тошнота. Аппетит пропадает у нас. Что с ней? Мы и так уже лежим. Мы в январе лежали, в феврале лежали, в апреле мы лежали в больнице. Мы вообще с больницы-то не выписываемся. С ноября 23-го года Лидия снова вынуждена покупать лекарства своей дочери. Самое интересное, что на прилавках аптек препарат имеется, а вот у Минздрава его нет. Чтобы не рисковать здоровьем ребенка, мама девочки приобретает необходимые уколы за свой счет. Это 25 миллиграмм мы выкупали, 30 тысяч. А сейчас 50 миллиграмм, если нашу, эту я смотрела по, в аптеке он стоит 45 тысяч. 4 укола. А нам этих 4 укола, всего лишь только на 1 месяц. Все это безобразие происходит в столице Забайкальского края. Сложно представить, как с этой прогнившей системой получения необходимых лекарственных препаратов борются в отдаленных районах нашего региона. У нас еще хуже. Мы столкнулись первый раз с этим препаратом в 2021 году. В течение года нам его не предоставляли вообще. Мы ездили из этого препарата, вот каждую неделю мы ездили в Иркутск. Нам предоставляет аналог русский. Врач в Иркутске, который назначает эти препараты непосредственно, сказала, что их детям ставить нельзя вообще. Там побочные эффекты, нам сказали, там у детей-то вплоть до реанимации. А наши врачи нам тоже сразу, как бы в Петровске тут сказали, мы с такими препаратами даже не сталкивались. Куда мы будем с вашей деревней вас реанимировать и чем откачивать, тоже непонятно. Но не сталкивались мы как бы с такими препаратами. Это вот наши уже врачи. И вот мы покупаем это до сих пор. Ждать, пока региональный Минздрав и больницы разберутся с поставками, закупками и прочей ерундой, родители не намерены. Почему они заказывают вот этот метатриксат, который действительно нужен детям? Потому что мы без него не можем. С Эмбреллом постоянно вот эти проблемы. Также вот эти анализы, которые мы сдаем. Приходишь, они выписывают анализы, говорят, некоторые есть платные, а некоторые бесплатные. Почему для детей-инвалидов всегда все платно? Почему нет каких-то вот этих вот ограничений? Также вот эти уколы. Сколько мы лекарств покупаем, помимо этого еще? Ставить опыты над собственными детьми с использованием аналогов родители не будут. Они требуют законного предоставления лекарств, которые прописал доктор. Остальные проблемы чиновников, их волнуют мало. Им есть за кого волноваться и кого беречь. Виктор Соловьев, Ирина Тимофеева, Павел Шухляев, ЗАПТВ.